Друзья, привет! Сегодня будет небольшой обзор по ножу Victorinox SwissChamp и его китайской копии. Ну, поехали! SwissChamp идет в такой коробочке. Здесь у нас документы. И сам нож. Коробочку в сторону. Китайская копия идет вот в такой простой коробочке. Внутри коробочки сам нож находится. Коробочку убираем, пакет выбрасываем. Внешне ножи похожи. Вот так вот они выглядят. Ну, сразу видим отличие. То, что оригинальный нож, он блестящий, черный, насыщенный черный. И нож, китайский нож, китайская копия, она такая блеклая, черно-серая. Так, поехали! Значит, первое отличие это стоимости. Стоимость китайской копии, что-то порядка полутора тысяч рублей. По-моему, 1400 с чем-то на Алиэкспресс. Ну, и вы знаете, что. Сам SwissChamp, он у нас стоит больше 10 тысяч рублей. Официально намного больше, так будем говорить. Но можно купить его где-то в пределах от 9 и выше тысяч рублей в данный момент. Итак, поехали! Значит, что мне сразу бросилось в глаза? Бросилось в глаза, конечно же, штопор и то, что там есть отвертка. Так вот, в оригинальном ноже у нас вот такая вот отверточка. Классная и четкая. И в копию у нас пришла отвертка уже сломанная. Уже сломанная. Сложно открывается штопор. Ну, по крайней мере, я думаю, это можно сделать. Итак, штопор открывается. Здесь у нас нет отверстия под булавочку. В оригинале вы знаете, что идет булавка. Вот она у нас здесь, в этом месте. Булавочку убираем. Итак, отвертка сломалась. Неудивительно на самом деле, потому что сам шток отвертки, он не был полностью заплавлен вот в эту вот ручечку, да, ручку. Здесь у нас отвертка сама по себе короче. И сама рукоятка, она такая поплотнее, помощнее. Убираем ее и можно ее уже выбросить в таком случае. Значит, эту отверточку мы давайте положим на место. Закрутим в оригинал. И будем уже знать, что у нас не оригинал без отвертки. И оригинал с отверточкой. Итак, по толщине. Оригинал шире, чем копия. То есть шире и получается мощнее. То есть все вот эти промежутки, они более мощные и более серьезно сделаны. Так, далее. Все инструменты, которые здесь есть вне оригинале, вне оригинале, достаточно замыленные. Вот, к примеру, я вам покажу. Давайте посмотрим на... Вот что у нас здесь. Сложно открывается. Это у нас такая отвертка, да, которая вот углы все округ скруглены. Углы все скруглены. И она достаточно тупая. То есть, ну, тупенькая такая отверточка. Естественно, здесь, если мы в оригинале посмотрим, все сделано четко, ровненько. Углы все прямые. И этим инструментом надо и хочется пользоваться. Что касается всего остального, то я вам скажу, что... Чего не коснись. Вне оригинале. Вот, допустим, вот это вот шило. Они его даже не заточили. То есть, эта сторона, она такая же точная, как и обратная. То есть, оно просто для того, чтобы оно было. Оригинальное шило, конечно же, остренькое и можно работать. Это оригинальное шило. Остальные инструменты, которые я даже вот и буду доставать, они, в принципе, сделаны, чтобы просто были. То есть, ну, вот это у нас рыбочистка. Ей можно пользоваться. В ней ничего совершенно такого нет. Испортить ее достаточно сложно. Значит, пила. Пила есть, но я вам сразу скажу, она совершенно не агрессивная. То есть, видите, я спокойно вожу по пальцам. Пилить, возможно, что-то ей, конечно, можно. Но совершенно это не пила, которая есть в оригинале. В оригинале она очень агрессивная и острая. То есть, вот так пальцем я уже здесь не повожу, естественно. То есть, эта пила будет работать, будет работать четко. Все остальные инструменты, кроме ножа, замыленные. Ребята, замыленные. То есть, отвертки все скруглены. Все дешево. Ну, в принципе, в принципе, за такие деньги, да, этим можно пользоваться. Даже не закрывается нормально. То есть, задевает за вот эти вот щечки, которые стоят между инструментом. То есть, ну, сделано все достаточно похабно. Надфиль. Надфиль. Ну, можно, конечно, им что-то наверняка сделать. Но, если мы откроем надфиль в оригинале, мы увидим, насколько сильно отличаются инструменты оригинального жанра, так будем говорить. Да, вот. Ну, вот он надфиль. Вот он надфиль. Пилочка. Работает прям очень здорово. Видно, насколько четко здесь все сделано. Насколько четко и как похабно сделано в китайской копии. Все инструменты, кроме ножа, как я уже говорил, то есть, клиночки, в принципе, их испортить достаточно сложно. То есть, ими можно работать. Единственное, что клинок я уже открывал. У оригинала он большего размера, чем у копии несколько. Ну, где-то примерно на миллиметра три. Он подлиннее, чем у копии. Вот это оригинал. Заточить и можно работать. В целом, за эти деньги вы получаете, конечно же, нож, которым с корнем пополам можно пользоваться. Ну, это далеко не Wix. Совершенно далеко. Хотя, инструментов здесь много. Есть даже зубочистка. Есть пинцетик. Вот такой вот. Что пинцет, что зубочистка сделана тоже намного хуже, чем оригинальная. Оригинальная все-таки совершенно вот видно, что металл совершенно другой. Он четкий, хорошо пружинит. Не сгибается, не портится. Зубочистка больше. Ну, и в оригинальном ноже присутствует еще ручка, которой в неоригинале нет. Потому что это было слишком дорого. Собственно говоря, короткий обзор. Вот такой вот. А, да. Ну, давайте посмотрим еще на пассатижи. Так называемые, да, плоскогубчики. Это оригинальные плоскогубцы. Здесь не оригинальные плоскогубцы. В принципе, ими тоже можно работать. Я думаю, что работать будет не хуже. То есть, вот это вот не оригинал, это оригинал. Не хуже. Единственное, что тут ход прямо мягонький, такой плавненький. Это чувствуется здорово при работе. Здесь он такой более грубый. Вот. Ну, с другой стороны, ну и что? Можно работать, в общем-то. По поводу увеличительного стекла. Увеличительное стекло у оригинала больше. Ну, увеличительное стекло оригинального полностью сделано из пластика. А у копии увеличительное стекло сделано в обойме из металла. И оно меньше, меньшего размера. Вот вы видите, да, насколько меньше. Вот эта копия, это оригинал. Ну, так же им можно пользоваться, по сути. В общем-то, за эти деньги, да, конечно, полторы тысячи рублей. Да, ради бога. Там, тысяча четыреста с чем-то, даже если полторы. Ну, это нож. Нож за полторы тысячи. И нож за девять, десять и более тысячи рублей. Вот вам краткий обзор. Вам решать, что покупать и чем пользоваться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok